Продолжение следует... Неизвестно, сколько из остальных страдало тошнотой. Нельзя, однако, поощрять обманы подобного рода. Нужно даже пожалеть, что для такого опыта столько лист пострадали без пользы для себя. Знание всех подобных психофизиологических явлений, помещаемых в нашей книге, крайне важно не только для юристов, медиков и воспитателей, но также и для пастырей церкви, становящихся в самые разнообразные отношения к своей пасте при религиозно-нравственном своем воздействии на нее. Священник Григорий Диченко Влияние представления на слюнные железы настолько замечательно, что его часто приводят в пример. Известно, что достаточно одной лишь мысли о пище, чтобы вызвать деятельность этих желез. Желая добыть слюну в достаточном количестве для своих опытов, Эберл живо представлял себе кислые плоды. Опыты, сделанные над людьми и животными, страдавшими желудочными фистулами, доказывают, что представление о пище увеличивает выделение желудочного сока. Что касается отделения печени, то здесь можно упомянуть о головной боли особого рода, называемой желчной, которая появляется от слишком большой усидчивости при занятиях. Все те, кто много занимается, знакомы с первым периодом этого рода цифальгии. Доктор Латам из Кембриджа в своем мемуаре пишет, что он встречал многих с таким нездоровьем, довольно значительным для того, чтобы вызвать необходимость лечения как у мужчин, так и у женщин. Но в университетских городах, где большое количество людей ведет сидячую жизнь и занимается, эта болезнь встречается у мужчин чаще, нежели где бы то ни было в другом месте. Болезненные состояния, которые говорит Латам, вызваны были продолжительной умственной работой, постоянным умственным возбуждением, усиленным напряжением, нравственной восприимчивостью. Припадок, очевидно, может появляться во время работы и точно так же может остановиться с прекращением умственных занятий. Не следует непременно относить причину болезненных этих явлений к пищеварительному каналу, иначе говоря, не следует приписывать их действительному расстройству внутренних органов. Сцефальгия может точно так же произойти под влиянием мозгового истощения. Кроме того, она еще является субъективным признаком неопределенного расстройства, появляющегося в центрах восприятия, которые находятся в коре головного мозга. Идеи влияют на секретные функции кожи, почек и кишечных желез. На этом основано употребление воображаемых патагонных, мочегонных и слабительных средств, распространяемых в виде медикаментов, долженствующих возбудить перистальтическую деятельность кишок. Продолжительные, чрезмерные умственные занятия, несомненно, могут произвести диабет. Подобное влияние умственных занятий было очевидно в одном случае быстро развившегося диабета, так быстро развившегося, как нам почти не приходилось встречать. Доктор Ричардсон приводит три случая, где первое сахарное выделение и обильное выделение мочи произошло под влиянием сильного напряжения мозга. Он прибавляет, что случаи подобного рода безнадежны, опасность появляется вдруг, ход болезни быстрый и смерть неминуема. Доктор Бэйсон изучал выделение почек при двух противоположных состояниях, при покое и при деятельности мозга. Вот сокращенное изложение тех результатов, которых он добился. Умственное упражнение вызвало увеличение количества мочи. Число 1157 представило в кубических сантиметрах количество мочи в дни покоя, 1320 в дни мозговой деятельности. Количество мочевины, видимо, увеличивалось, что указывало на увеличение молекулярного разрушения. В дни мозговой работы ее на три грамма было больше, нежели в дни бездействия. Причем доктор Бэйсон не сомневается в том, что разница оказалась бы еще больше, если бы был абсолютный покой. Опыты были расположены таким образом, что день мозговой деятельности сменялся днем покоя, а иногда третий день посвящен был физическому труду. Во всех этих опытах существовало замечательное согласие в результатах. Во время мозговой деятельности существует незначительное, но постоянное увеличение фосфатов и сульфатов. Ангидрит фосфорной кислоты выражался в дни покоя цифрой 1,51, а в дни работы мозга цифрой 1,98. Являлись изменения в плотности, кислотности, количестве мочевой кислоты, извести, магнезии и поташа. Было уменьшение хлориста извести. Доктор Бэйсон утверждает, что проанализировав одну лишь мочу, он мог бы сказать, каким образом провел день субъект. Состояние ли покоя, умственной деятельности, или же в мускульном упражнении. Лишь бы пищевой режим был однообразен, а внешние условия не изменялись в продолжении трех дней, таким образом проведенных. Мало того, что приходится сказать о постоянном влиянии, какое состояние сознание имеет на питание. Эта функция, очевидно, упражняется лишь в том случае, когда сама жизненная сила более могуча, нежели силы, противоположные ей. Из этого вытекает, что всякая умственная деятельность, понижающая жизненность, должна пропорционально этому вредить питанию и вообще здоровью. Ссылка. Крайне важно иметь в виду это явление сторонникам, особенно в Западной Европе, строгих экзаменов, когда сознание и мозг учащихся работают чуть не 20 часов в сутки. О, когда наступит время, когда драгоценнейшее в мире живое существо, человек, созданное по образу Божией душой, будет более значить, чем мертвая педагогическая система обучения, меняющаяся чуть не через каждые 10-15 лет. Без всестороннего образования, без глубокого и прочно развитого чувства христианской любви, не скоро наступит это время. Говоря же вообще, всякая усиленная работа сознания вредит питанию. Каждый раз при перечислении вредных последствий, которые занятия производят на тело, невозможно точно определить, насколько вреден при этом недостаток движения, воздуха и так далее. Но, несомненно, что эти вредные влияния существуют во многих случаях. Они настолько обращают на себя внимание, что вполне оправдывают слова Шекспира, сказанные по поводу худобы и изнуренного вида кассия. Он слишком много думает. По правде сказать, эта фраза скорее относится к заботам о заговоре, к изучению тех средств, которые могли бы погубить стоящего поперек дороги врага. Вообще, такие заботы, которые уничтожают здоровый вид, и которые вообще можно выразить еще так. Люди с таким видом опасны. Следует прибавить, что, напротив, задержка умственного труда, когда он сделался уже привычкой, также вредно действует на здоровье. Рассказывает про Петрарку, что его приятель, епископ Коваленский, боясь, чтобы его слишком большое рвение к науке окончательно не пошатнуло его здоровье, уже довольно расстроенного. Отобрал у него ключ от его библиотеки, немедленно запер его книги и другие принадлежности его занятий и сказал ему, «Я лишаю вас на десять дней перьев, чернил, бумаги и книг». Очень огорченный Петрарка, тем не менее, этому подчинился. Первый день он наиболее скучал, на второй у него, не переставая, болела голова, на третий у него сделалась лихорадка. Епископ сжалился над ним, отдал ему ключ, а вместе с ним возвратил и прежнее здоровье. Как бы ни влияла на здоровье умственная работа, преклонный возраст, которого достигли многие знаменитости, доказывает, что влияние это не мешает долговечности, даже тогда, когда мускулы от недостатка движений совершенно ослабевают. Комиссия Академии наук, назначенная французским королем в 1784 году для исследования случаев животного магнетизма, заметила, что подвергнутый исследованию субъект даже тогда, когда его еще не трогали и вообще не употребляли никаких средств, уже чувствовал боль и сильный жар просто от одного ожидания. Страх, очевидно, может не только вызывать субъективное ощущение холода, но может и на самом деле понижать температуру. У многих людей тягостные чувства вызывают охлаждение ног, причем теплота скоро появляется, если радость или надежда сменяют холодный ужас. Всем известно действие стыда на наружное ухо и на щеки. Выражение «жгучий стыд» не одна простая фигура. Оно имеет свой смысл, происходит от реального ощущения теплоты. Разум Дарвин приводит следующий факт, из которого ясно видно, как в простуде, захваченной холодной ночью, присоединилось действие страха, которое, продолжив болезненные ощущения, приняло затем совершенно субъективный характер. Молодой фермер заметил, что ломает и таскает палки из его ограды, и решился изловить вора. Дело происходило в холодное время года. Он провел в ожидании несколько самых холодных часов ночи, спрятавшись за стогом сена. Наконец он увидал старуху, похожую на ведьму, которая стала таскать дрова. Он дождался, когда она связала вязанку и готова была уйти, чтобы лучше улечить ее в воровстве. Затем он вышел из засады, схватил ее и осыпал ужасными угрозами. Она стала была противиться, но ее нож упала на землю. Тогда она встала на колени, на вязанку дров, и, подняв глаза на луну, которая сияла в полном своем блеске, сказала фермеру, уже дрожавшему от холода, пусть небо сделает так, чтобы вам отныне никогда не было тепло. После этого молодой человек весь предыдущий день жаловался на холод. Он оделся потеплее, несколько дней спустя ему пришлось одеться еще теплее, а через две недели он слег в постель, жалуясь, что ничто из его не согревало. Он накрывался грудой одеял, прятал голову в подушке, но ничто не помогало. И в продолжении двадцати лет, пока преследовала его эта безумная идея, он оставался в постели, боясь холода, и так до самой смерти. Этот факт послужил темой для поэмы. Мы, с своей стороны, должны к этому прибавить, что объяснить описанные выше болезненные явления и ощущения холода, одной навязчивости идеи, едва ли доказательна и справедлива. Разумнее здесь можно допустить, что действительно это было небесное наказание за крайнее бессердечие богатого фермера к бедной женщине, быть может, умирающий от холода в лютые морозы и решившийся на дурной поступок в силу горькой крайности, а потому заслуживавший, конечно, не оправдание своего поступка, но христианского снисхождения и прощения. Разве для научения великой истинной любви человека к человеку нельзя допустить урок неба? Священник Григорий Диченко Доктор Рош заметил, что солдаты счастливые на войне относительно нечувствительны к действию холода. Во время американской войны за независимость солдаты философийского ополчения, привыкшие к удобствам городской жизни, спали после битвы под Трентоном в палатках, под Авинами и даже на чистом воздухе. Тем не менее, в продолжении шести недель только двое из них заболели, из которых один умер. Доктор Рош говорит, что он находит одно лишь возможное объяснение здоровому состоянию такого большого количества людей и при таких обстоятельствах это то, что победа под Трентоном так хорошо повлияла на них, что сделала их организмы неуязвимыми к обычным причинам, вызывающим болезнь. Представление, несомненно, обладает способностью видоизменять, обострять и притуплять ощущение голода и жажды. Так, когда ребенок слышит разговор о воде, он изъявляет желание напиться. У пьяницы представление о рюмке водки вызывает особенную жажду знакомую людям, одержимым этой страстью. Часто случается так, что чувствует жажду, но достаточно изменить направление мысли, чтобы это ощущение исчезло. Бывают случаи, где кровообращение почти неизменно, а между тем главным и первоначальным симптомом болезни является сильная боль, происходящая, очевидно, от страха заболеть самому или от вида страданий у других. Гратиолет приводит довольно известный факт, бывший в Париже во время восстания. Группа солдат и национальные гвардейцы, занимающих улицу Планш-Мибрей, была один момент подвергнутся со всех сторон действию смертоносного огня. В это время один из сражающихся был легко контужен в плечо, пролетевший мимо пулей, на что он почти не обратил никакого внимания. Но после стычки, все-таки чувствуя боль в задетом месте, он с ужасом вообразил, что получил опасную рану, и тут же почувствовал целую струю крови, хлынувшую из нее на грудь. Он ощущал это реально, несмотря на то, что на коже не было даже царапины. Кратиолет рассказывает еще о двух студентах, которые занимались над трупом. Один из них, шутя, ударил другого скальпелем по среднему пальцу. Последний, испугавшись и воображая, что его порезали, испустил ужасный крик. И когда увидел свою ошибку, то уверял, что он почувствовал такую сильную боль, что был убежден в том, что инструмент порезал ему палец до самой кости. А один из наших друзей, узнав, что кто-то из его родственников был ранен пистолетом в палец, почувствовал в том же месте такую сильную боль, как будто бы его самого подстрелили, и даже побледнел. Профессор Беннет приводит случай с мясником, который хотел подвесить тяжелую тушу мяса, поскользнулся, сам зацепился рукавом за крючок и повиснул. Его высвободили, испуганно отвели к аптекарю, испуганного. Причем он жаловался на жестокую боль. Крючок, между тем, разорвал только платье, рука была невредима. Но мясник не переставал кричать, жалуясь на боль, в то время, как разрезали рукав, чтобы осмотреть руку. Доктор Ноббл цитирует случай, который может послужить примером, каким образом под влиянием эмотивного возбуждения, страха, возникает ложное ощущение. Некто присутствие прибиты под ваграмом принимал в ней деятельное участие. Сражение продолжалось с полудня, почти до самой ночи. Ряды вокруг него очень поредели по действиям неприятельских пуль. Так что, ко времени захода солнца он остался почти один. В то время, как он заряжал свое ружье, он задет был ядром. По полученному ему ощущению, ему представилось, что ядро прошло слева направо через галени под коленями, которое и оторвало от бедер. Он тут же опустился на землю, ему показалось, что он на фут уменьшился в длине. Затем он совершенно растянулся. И чувства его были парализованы от сотрясения. Он оставался в таком положении остальную часть ночи, боясь сделать малейшее движение, чтобы не вызвать этим гибельных последствий. Он не чувствовал особенной боли и приписывал свою нечувствительность к страданию, оглушению мозга и нервной системе вообще. Мои товарищи, говорит он, лежали вокруг меня, они содрогались от боли, но я не смел прошептать слово или сделать движение. Я боялся, чтобы не раскрылись разорванные сосуды и чтобы не последовало рокового кровотечения. Я знал, что кровеносные сосуды, раненные таким образом, дают изобильное кровотечение только тогда, когда наступает реакция. На зарез следующего дня я был разбужен. после беспокойного сна хирургом, пришедшим на помощь раненым. Что случилось, товарищ, сказал он мне. Ах, отвечал я, трогайте меня потише, прошу вас. Пушечным выстрелом оторвало мне ноги. Он начал рассматривать мои бедра и голени, ударил меня и, засмеявшись от души, сказал, вставайте, вы здоровы. Я встал ужасно изумленный и стоял крепко на ногах, которые считал навек потерянными. Я чувствовал себя таким счастливым, каким никогда не был во всю свою жизнь. У меня не было никакой раны. Я был действительно опрокинут огромным ядром, но снаряд вместо того, чтобы ранить мои колени, как я это думал, прошел под ногами. Оно вырвало в земле яму, по крайней мере в один фут глубины, куда я свалился, что и вызвало во мне такое ощущение, как будто у меня оторваны были ноги. Вот что делает сила воображения. Влияние духа на тело при помощи эмоций, чувствований. Под словом эмоции мы разумеем или простое, хотя и исключительное состояние удовольствия или страдание нашего духа, или же сознания, заключающее в себе одновременно известное впечатление и то представление, которое его вызвало. Говоря о чувстве нравственного страдания, мы называем его просто эмоцией, до тех пор, пока нам известно, что его вызвало. Но если состояние это является следствием опасения, какого-либо несчастья, то это уже будет эмоция определенная, которую мы называем страхом. Но говоря об определенных эмоциях, а не об удовольствии и страдании вообще, нам уже необходимо приходится иметь дело с представлениями и их влиянием на свойства той или другой эмоции. Удовлетворение желаний дает в результате душевное удовольствие, радость, а обманутые ожидания, напротив, вызывают душевное страдание, огорчение или печаль. Такова по существу природа эмоций, но они бывают весьма различны по своей интенсивности. Они могут быть слабы, как легкая зыбь на поверхности воды, или непреоборимы, как волны. Их продолжительность также различна. Таким образом, очевидно, что их влияние на организм должно видоизменять все сообразно их разнообразным свойствам. Можно различным образом классифицировать те состояния сознания, которые вызывают эмоции, но все эти классификации всегда более или менее произвольны. Мы поэтому воздержимся от новой классификации, ограничиваемся главным образом теми состояниями сознания, которые суть, горе, отчаяние, ужас или страх, гнев и блаженство, радость, надежда и другие. Влияние эмоций на органы чувств, обоняние. Во времена царствования Карла Первого, когда парламент вел борьбу с королем, в обществе распространился слух о важных заговорах и, между прочим, собрания предупреждали, что готовятся взорвать на воздух всех его членов. Такого заговора на самом деле не существовало, но в тот момент, когда об нем докладывали собрание, двое из депутатов весьма тучного сложения в беспокойстве поднялись со своих мест. Под их тяжестью лопнула доска в галерее, и треск был так силен, что все поверили в то, что заговор приведен в исполнение, а Джон Рэ начал даже кричать, что он слышит запах пороха. В парламенте и в самом Лондоне распространилась паника, и вслед за тем отряд вооруженных людей направился к Вестминстеру, чтобы защищать собрание от воображаемого взрыва. Зрение Брэйт 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 приводит факт, который служит прекрасным доказательством влияния страха и воображения на чувство зрения и слуха у совершенно здорового индивидуума. Два капитана купеческого корабля, приехав в гавань, в одно и то же время отправились в гостиницу, где обыкновенно останавливались. Но хозяйка им заявила, что, к сожалению, не может их приютить, потому что единственная комната, которой бы она могла располагать для них занято телом только что умершего человека. Предпочитая остаться в этой гостинице при каких угодно условиях, лучше, нежели идти куда-нибудь еще, они изъявили согласие переночевать в комнате, где лежал труп. Когда оба капитана улеглись в постели, один из них, большой враль, завел разговор со своим товарищем и спросил его, случалось ли ему когда-нибудь спать в одной комнате с мертвецом? Нет, отвечал другой, знаете ли вы, продолжал первый, тот замечательный факт, что после полуночи в таком случае комната наполняется летающими птицами, которые восхитительно поют. Его товарищ выразил изумление, но почти в тот же момент ему пришлось быть свидетелем осуществившегося факта. Лишь только потушена была свеча, ему послышались музыкальные звуки, как будто бы комната и в самом деле наполнена была поющими птицами. Испуганный он не только слышал эти звуки, но уверял, что видел самых птиц, летающих по всем направлениям комнаты, и даже чувствовал, как они падали на него самого. По прошествии нескольких минут волнение дошло до такой степени, что он, не потрудившись даже одеться, побежал вниз и рассказал о случившемся удивленной прислаге. Он уверял, что комната была наполнена птицами, что он мог засвидетельствовать это собственными чувствами, так как не только их слышал, но видел их и чувствовал, как они над ним бились своими крыльями. Этому капитану извинительно было утверждать, что он слышал пение птиц, хотя он их и не видел и не чувствовал, потому что его товарищ подражал их пению, опустив трубочку в воду. Следует доктор Рейди Пьетти Греу приводит в пример женщину, которая почти ослепла от страха, когда увидела эпилептический припадок своего мужа ночью. В одном глазу зрение совершенно пропало, в другом оно стало перемежающимся, и как выражалась эта женщина, оно появлялось и исчезало, как солнце, на котором появляются облака слух. Вот случай глухоты, происшедший от страха. Девочка десяти лет приготовляла свои уроки, ей нужно было очинить грифель. она в потемках отправилась в класс, чтобы взять свой перочинный ножик, как вдруг одна из подруг испугала ее, спрятавшись за дверь. Она очень перепугалась и почувствовала головную боль. На другой день она оглохла в такой степени, что не слышала слов, сказанных громко. Он видел ее три месяца спустя после этого случая. Она продолжала быть в таком же печальном положении. Далби, который наблюдал много замечательных случаев глухоты, происшедшей от нравственного влияния, делает следующее сообщение в речи, которое произнес в качестве президента секции ушных болезней в Международном Конгрессе в 1881 году. Я знаю лист по-видимому совершенно здоровых, которые почти совсем потеряли слух. Одни от вида внезапно умирающих близких родственников, другие от дурных известий. У некоторых женщин это произошло от страха при крике пожар, от беспокойства при виде воров, забравшихся в дом, от ужасного зрелища человека, перерезывающего себе горло, а однажды это произошло от неожиданного известия о получении богатого наследства. Во всех этих случаях способность слышать была совершенно невредима до момента катастрофы. Непосредственно после нее наступала глубокая глухота, которая по всей вероятности происходила мгновенно. Делви предполагает во всех этих случаях внезапную гиперемию или одной части головного мозга, или же может быть продолговатого, где начинаются слуховые нервы. Мы не предполагаем здесь гиперемии. Нам скорее кажется, что здесь должно было произойти внезапное молекулярное изменение в нервных тканях, которое мгновенно нарушило проводимость слухового нерва. Если же даже изменение произошло в сосудистой системе, то оно без сомнения заключалось в спазме капилляров. Во всяком случае трудно объяснить гиперемия и стойкость случая. Каково бы ни было объяснение, оно не дает удовлетворительного ответа на вопрос, почему сильно волнующее впечатление, получаемое органом зрения, производит расстройство в органе слуха. Профессор Бол объясняет эти случаи спазмом или судорогой сосудов, производящих мозговую ишемию. Он передает следующий факт. В мае 1879 года GDA 26 лет обыкновенно здоровый человек сильно рассердился вследствие какого-то разногласия с тещей. Возвратившись домой, весь дрожа от волнения, он хотел рассказать своей жене о случившемся, но к своему ужасу узнал, что стал глух и нем. Он не мог ни говорить, ни слышать, что говорят. Испуганный своим состоянием, он написал на куске бумаги адрес доктора, доказав этим совершенную ясность своего ума. На другой день, четыре часа дня, способность речи к нему внезапно возвратилась. Он, однако, остался совершенно глухим на оба уха, причем левая сторона тела была лишена чувствительности. Чувства вкуса и осязания также исчезли на этой стороне, а зрение было ослаблено. При этом левая сторона лица была немного парализована и левая рука ослаблена. Язык также отклонился к левой стороне. Лечение гальванизации уничтожило припадок, а сезание возвратилось прежде всего. Во время четвертого сеанса больной услышал сильный треск в правом ухе, как будто что-нибудь лопнуло в голове, и слух тотчас же возвратился. В это же время гемианестезия исчезла, и больной почувствовал себя совершенно излеченным. Нужно прибавить, что на следующий год у больного был возврат тех же симптомов без всякой эмотивной причины. И снова состояние его улучшилось благодаря тому же способу лечения. Спустя два месяца вследствие сильного душевного волнения припадки возвратились, и он снова сделался в течение трех месяцев глух и нем с анестезией левой стороны. Но то же лечение опять возвратило ему здоровье. Влияние эмоций на мускульную силу. Вот случай судорог эмотивного происхождения мы приведем сообщение, сделанное доктором Алтхаусом. Марии 16 лет. У матери было 15 детей, из которых ни один не страдал припадками. Сама же она испытывала во время беременности этой девочкой целый ряд испугов. в первых припадах молодая девушка получила под влиянием испуга, который произошел в погребе, где она играла с другими детьми в привидение. Ей было тогда 5 лет. Несколько лет спустя она еще раз испугалась, какая-то женщина подошла к ней на улице в то время, как она там играла и наговорила ей оскорблений. С этого дня она имела от времени до времени явные судорожные припадки, которые начинались с криком. Им сопутствовало головокружение, слюна появлялась у рта, язык был прикушен, часто бывало извержение мочи. Судороги длились от 4 до 5 минут, в продолжение которых абсолютная потеря сознания. После припадка больная спала полчаса и просыпалась со страшной головной болью, причем у нее появлялась неясная речь в продолжении нескольких минут. Никакой ауры не предшествовало припадкам, которые повторялись между двумя или тремя неделями. Иногда проходило 5 или 6 недель, иногда же только 2 или 3 со дня припадка. Припадки повторялись чаще, их бывало иногда от 30 до 40 в день. Редко проходило без них 3 или 4 дня. 4 месяца лечения бромистым калием избавили ее от припадков. Петит маль уступила лечению электричеством произвольному производимому два раза в неделю, причем электроды ставились над сосевидными отростками и затылком. В другом случае также наблюдавшимся доктором больной приписывал свое состояние целому ряду беспокойств. Его первый припадок явился следствием большого испуга, он был разбужен тревожными криками о пожаре. Рассказывает о мужчине 36 лет, которого он пользовал от эпилепсии. Этот человек был неожиданно разбужен ночью и испуган ужасными криками своей жены. Спустя несколько дней с ним сделался первый припадок. Замечательен тот факт, что при эпилепсии эмотивного происхождения страшный случай бывшей причиной первого припадка временами очень живо представляется сознанию, а иногда даже становится постоянной идеей при последующих припадках. даже таких, которые вызваны бывают совершенно иными обстоятельствами. Труссо заимствует случай подобного рода, с которым и замечает. Многие стали эпилептиками после сильного нравственного потрясения, после большого ужаса, и при каждом последующем припадке в их сознании, перед их глазами, снова возникают те страшные сцены или печальные обстоятельства, которые произвели первый припадок. Ребенок 11 лет лишился матери, горе его было так сильно, что с ним стали делать эпилептические припадки. Ему было 17 лет, когда его поместили для излечения в больницу, где заметили, что по окончании каждого из припадков, которыми он страдал в течение шести лет, ужасный случай каждый раз неизменно представлялся его сознанию. Субтитры создавал DimaTorzok